Во Франции принят закон о легализации однополых браков, о разрешении гомосексуальным парам иметь детей, усыновлять детей. Этот закон принят в парламенте, против голосовали, как у нас говорят, депутаты правых партий, традиционных, консервативных, за левых партий, социалисты, либералы и все такое. Напомню, что французское общество было расколото. В середине января во Франции был марш примерно 800 тысяч человек в Париже, которые шли протесту и против этого закона. Но, несмотря на это, Франсуа Аланта этот закон продавил в парламенте. Это был один из пунктов его обещаний. Но обещания кому? Франции, Европе, еще кому-то. Борьба против этого закона во Франции и борьба за такой закон в России, это борьба за сохранение человеческой личности. Борьба за сохранение человека, за право человека оставаться человеком. Пусть даже грешным. Пусть даже, может быть, если уж с кем-то это случилось, стать гомосексуалистом. Но с ощущением греха. Не освободиться от этого, а понимать, что ты совершаешь грех, когда человек ворует, когда человек желает чужую жену, когда человек хулит Бога, когда человек доносит на другого человека, когда человек совершает содомский грех, он совершает грех. Неолиберализм говорит, что ты не совершаешь греха, ты просто совершаешь некий социальный поступок, который, если в него вдуматься с помощью психологов, психотерапевтов, можно оправдать, что делает современная Франция. Но мы говорим, нет, человека нельзя оправдать. Человек именно потому и человек, что он сам себя не оправдает, если будет всерьез к себе относиться. Когда вы позволяете человеку самого себя оправдывать, вы делаете его на самом деле рабом. Делаете его рабом тех политтехнологов или социальных психологов, которые ему подсказывают эти оправдания. Христиане это называли стать рабом дьявола, потому что дьявол грешнику всегда говорит, да твой грех это не проблема, говорил дьявол, об этом есть масса источников. Твой грех это просто тебе так захотелось, ну ты немножко оступился, но ничего страшного, ну можно жить с этим дальше. Это не тот человек, который воспитывался историей человечества на протяжении тысячелетий. Современная Франция сделала шаг на пути формирования нового человека, который является антитезой ко всей предыдущей истории человечества. Я считаю, что это шаг на пути создания человека эпохи Антихриста, раба Антихриста. Человека, который будет заложником своих желаний, желания, заложником которых он является, станут определять политические форматы жизни. Смотрите, христиан во Франции гонят, как предсказано в апокалипсисе. Христианам запрещено ходить в школу с крестами, мусульманам запрещено ходить в хиджабах, евреям запрещено ходить в кипах, в государственные учебные учреждения. Это же сказано в Писании, предсказано все. Все. Верующим будет запрещено демонстрировать свою веру на данном этапе. А гомосексуалистам, заведомым грешникам и садомитам можно. Человек, становясь мэром большого, крупного европейского города, открыто заявляет, что он гомосексуалист, и ему рукоплещут. А пойди заяви, что он христианин, католик, каждое воскресенье ходит в церковь, исповедуется, причащается. Да его скинут оттуда с этого мэра, его объявят фашистом. Ему скажут, что он тут не может находиться. В этом подлинная суть конфликта современной Европы с исламом, например. Конфликт с исламом исходит не от католической Европы, не от христианской. Христиане с мусульманами договорятся. Она исходит от того, что современная Европа это антихристовое пространство. Пространство, которое говорит, что человек, испытывающий животные чувства и оправдывающих, это и есть настоящий человек. А человек, который стоит на позициях террационализма, нормального восприятия человека, как сотворенного Богом, а не как эволюционировавшего к некому состоянию. А как произошедшего от Адама к современному человеку, даже в чем-то деградировавшего. Потому что мы знаем, что Адам знал добро и зло. И зайдя из рая, он обладал возможностями невероятными, которые нам сегодня и не снились даже при всей нашей квантовой механике. Понимаете, кто-то назовет это магией, кто-то назовет это чудом, кто-то назовет это естественными присущими первому человеку возможностями, которые ему были даны Богом. Которые потом с поколения за поколением уменьшались. В террационализме это называется люди золотого века, которые были и ушли, превратившись в нас, людей века железного. Обладающими совсем другими способностями, утратившими многое. И только индуктивно что-то понимающими. Так вот, борьба против этого, я считаю, суть позиции России в мире. Именно это может быть основой для союза. Наш союзник католическая церковь, протестантская церковь, мусульмане, иудейские общины, индуистские общины, везде в мире. Люди сегодня делятся на тех, кто допускает мир антихриста, мир греха. И на тех, кто не может это допустить и предпочтет смерть, лишь бы только этого не было. Я думаю, что время пришло. Время пробило. И время очень серьезное. Я прошу, чтобы в России побыстрее был принят этот закон о запрете гомосексуализма. Это еще более четко и ясно поставит барьер между нами и тем миром, который стирает в человеке человеческое, делая современные человекоподобные существа заложниками своих страстей и тех господ мира, которую с помощью денег и информационных ресурсов этими страстями манипулирует, превращая человека просто в марионетку современной высшей власти.